И к другим темам. В Турции в результате ДТП погибла наша соотечественница Аида Сарабаева. Она находилась в автобусе, который возвращался в Анталию из экскурсии в городе Денезли. Транспорт неожиданно сошел с дороги. Больше 40 человек пострадали. От полученных травм скончались еще 6 человек. Это граждане России. Еще 6 наших соотечественников сейчас находятся в больнице с различными травмами. Как часто происходит подобное на курортах? Можно ли обезопасить свой отпуск? И какие расходы в случае форс-мажора покроет страховка? Расскажет наш корреспондент Талгат Амангельдин. В Турции выясняют причины аварии, которая унесла жизни нескольких туристов. В числе погибших 18-летняя казахстанка Аида Сарабаева. Накануне вечером в городе Денезли туристический автобус сошел с трассы. По некоторым данным причиной стал мокрый асфальт. В результате аварии более 40 отдыхающих получили различные травмы. В их числе и 6 наших соотечественников. Сейчас они находятся в больнице. Их здоровью ничего не угрожает. Но к большому сожалению вынуждены сообщить, что сегодня опознали ее тело и она погибла на месте. Мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким Аиды Сарабаевой. Это уже не первый подобный случай гибели наших соотечественников во время отдыха на курортах Турции. В начале этого лета в автомобильной аварии погиб наш земляк Константин Иванов. Он перенес сложнейшую операцию. Спасти его врачам не удалось. Тем временем полис не решил все проблемы. Покрыть все расходы он не смог. Родные Константина собирали оставшуюся сумму сами. Между тем казахстанские туроператоры говорят, что страховка страховки рознь. Существует стандарт. Покрытие 10 тысяч долларов. Зачастую в таких странах, как Турция, ее не хватает на береженого. Бог бережет. Если возникают сложные ситуации с операциями, то лучше не собирать деньги по всему Казахстану на помощь, так как страховки не хватает. Сами понимаете, когда у вас страховка на 30 тысяч евро или долларов, то вам спокойнее отдыхается. То есть туристы должны это сами понимать. Кроме несчастных случаев, известны факты травмирования и отравления на отдыхе. В подобных случаях страховой полис может сослужить хорошую службу. Однако об этом заботятся не все. По словам специалистов, порой многие отдыхающие в целях экономии берут минимальный пакет, а некоторые и вовсе отказываются от нее, не задумываясь о последствиях. А ведь лишние несколько долларов могут помочь в решении форс-мажорных ситуаций. Ведь зачастую на отдыхе этот документ может являться едва ли не самым главным.